всем привет давно с вами не виделись сегодня у нас 1 августа сегодня для многих очень как бы радостный день полетели туры полетели самолеты в турцию мы завтра должны были бы вылететь завтра 2 августа у нас путевка была со 2 августа на 24 дня на двадцать три ночи в ответ видео я уже забыла не суть отель бена находится он в анталии но положили на депозит почему положили на депозит потому что как бы мы теперь уже не планируем ездить в турцию по путевке а решили ехать своим ходом но вот как-то в этот год у нас так почему-то сложились сложились карты что феврале забронировали тур и вот по итогу что мы получили по итогу мы получили депозит на до двадцать первого до конца двадцать первого года возврате денег конечно отказали по моему не только нам это через суд это пришлось бы судиться в общем эти судебные тяжбы как как бы и не нужны вот но ни для кого не открою секрет все остались в этом в этом вот положении возвращая только тем кому у кого трудное финансовое положение кому 65 плюс и так далее это в течение трех месяцев но это я это все вы можете узнать и увидите в интернете интернет этим этой информации просто пестрит сейчас тоже ситуация я бы не сказала какая-то определенная на совсем не определенная с 10 августа запускают туры вернее самолет в анталию потом в доломан в курортные города это через москву через москву нам лететь через москву ну совсем неудобно это удорожание тура но с 12 августа обещают вернее в планах не знаю насколько сбудутся они или нет ситуация меняется каждый день наверное если не каждый час я уже запас заходить боюсь в интернет и и дабы там не увидеть что-то нежданчик такой вот 12 августа запускают рейсы красноярск анталия с пересадками в городе либо санкт-петербург ростов-на-дону и москва для нас это тоже не очень хорошо так как билеты не дешевые стали как мы поняли я так понимаю что хотят как-то отбить вот это вот самое карантинное время для наших авиакомпаний те же самые аэрофлот вчера в интернете я нашла значит такую информацию люди берут билеты до анталии ну в турцию и билеты за два дня значит аннулируют но как аннулируют отменяют рейсы и опять же кладут на депозит я считаю что это обман полнейшего чистой воды обман и как так за два дня человек берет билет и тут же его отменяют ну по моему мнению что хотят видимо поддержать наши авиакомпании типа как аэрофлот и опять на неопределенный срок и опять не пойми когда в общем брать сейчас вот именно сейчас билет москву красноярск анталии я не буду в общем дождемся мы когда полетят уже от из красноярска все-таки какая-то информация уже будет в интернете и тогда уже можно будет что-то решать за месяц брать это точно уже нельзя лучше уже брать по факту вот когда вы вылетаете даже даже пускайся на следующий день вы летаете вот за день брать ну вот по моему мнению так отпуск конечно у меня сдвинулся но сегодня в интернете я опять нахожу такую информацию что что аникс тур начинает продажи путевок в турцию не знаю как это вообще все происходит такая неразбериха и люди естественно на это клюют но я я так делать не буду в общем вот так отпуск перенесла хотя хотя смотрите мы просили даже чтобы нам перенесли отпуск о нашу поездку на октябрь но отель бена в этом году я так поняла что открываться не собирается открываются в первую очередь пятизвездочные отели на ол инклюзиве в общем не очень-то и хорошие вести не факт что это бена отель двухзвездочный он не ол инклюзив он на завтраке и ужины не факт что он откроется еще и следующем году в общем попали я надеюсь что все разрешится может быть даже лучше класть на депозит вот мы пришли к тому мнению если мы посоветовались что лучше класть на депозит чтобы потом эти деньги использовать может даже в тот же вьетнам ново вьетнаме счастливе тоже какая-то вспышка появилась так что так что не знаю откладывать на следующий год в этот же отель с этими же параметрами из той же даты и по той же цене уже нету смысла мы больше не решили что мы через турагентство летать не будем если есть возможность полететь через но своим ходом опять же расширился список вылета в турцию из других городов но там есть новосибирск но опять же с пересадкой в москве смысла нет если бы было новосибирск анталия без пересадочный не раздумывая мы бы конечно туда до новосибирска на поезде доехали это без проблем они у нас ходят очень часто и тогда бы уже вылетели но так как опять же через москву смысл ехать новосибирск в общем вот такие дела отпуске перенесла на 8 сентября жду когда мне его подпишут и уже будем по факту решать опять же еще еще один такой немаловажный момент в интернете все это написано и меня это очень расстроило если вдруг в самолете кто-то в на расстоянии полутора метров будет инфицирован то вот вот этот вот вот кружок который вокруг люди рядом сидящие на расстоянии полутора метров тоже будут изолированы может я не так что-то поняла поправьте меня но опять же не будут не требуется справка о ковиде из россии и у вас только будут измерять постоянно везде где бы вы не были температуры ношение масок обязательно во всех вот везде 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 кроме пляжей бассейна а везде обязательно на маске так что вот да и еще если такая информация была и причем она была у многих источников что если вы вдруг подхватили к вид то вас поселят в отель где проживание будет от 50 до 80 до 100 евро в сутки но это конечно вообще грабеж по вот грабеж полнейший вот такие вот условия у турецких властей не знаю полетят ли наши соотечественники вот так или нет но посмотрим у нас еще и время есть у нас есть еще месяц запасе и будем как бы решать что делать стоит ли или не стоит или уже чего-то ждать я думала поехать в конце сентября начало октября но не хочу говорить вот про эти все все многочисленные войны ой войны говорю волны что же уже как война вот эти все многочисленные волны вдруг придет какая-нибудь сезонная зараза у нас это вы сами понимаете может быть в октябре в ноябре когда начинается уже дожди и слякоти снег и не пойми что начинаются всякие простудные заболевания как бы под этим соусом опять же не объявили вторую волну ну дабы вот сентябрь как бы такой месяц он еще уже как бы и не лето но еще и не унесет не совсем глубокая осень вот и решили вот полететь и если все сложится хорошо если люди будут прилетать и хорошие будут отзывы что все там безопасно более-менее безопасно хотя я не понимаю почему турцию объявляет какой-то опасная страну для посещения наших туристов связи с к видом россия стоит на четвертом месте ну не буду забивать голову все это все это есть в интернете для меня это тоже непонятно по поводу наших поездки в санатории санатории наши закрыты и я думаю что нам не дождаться путевок как собственных не увидеть путевок как собственных ушей в общем если открылась такая возможность летать турцию мы конечно полетим в турцию они краснодарский край вот ну вот в принципе наверное все вот такие вот у нас планы не знаю да еще по стоимости билеты существенно подорожали перелет я вот тут недавно недавно смотрела на авиасейл перелет красноярск анталия с пересадкой в москве где-то стоит шестьдесят по моему шестьдесят четыре тысячи но это вот тот же цены каждый день меняются каждый час меняется я бы сказала вот шестьдесят четыре тысячи тот отель который я хотела забронировать на букинге он стоит пятьдесят одну тысячу на двадцать пять ночей опять же кто я ни разу не пользовалась букингом значит там написано что бронируете сейчас оплата по факту на месте меня это полностью устроило но когда я хотела забронировать на букинге значит там нужно внести данные карты данные твои карты все данные то есть номер и даже вот вот эти три цифры на обратной стороне я как-то побоялась вот побоялась и все вообще я как-то опасаюсь вводить свою карту все данные карты вот в интернет ну как сказать выкладывать в интернет сейчас очень много мошенников и я не знаю улетят эти деньги сразу перечислиться на счет этого отеля или потом не могу знать кто кто бронировал через букинг вы мне пожалуйста поправьте объясните популярно вообще это безопасно но меня смутило то что якобы что можно забронировать а оплачивать на месте по факту зачем вводить полностью данные карты вот тут вот тут я сразу стоп не стала этого делать почему-то последнее время опасаюсь столько мошенников постоянно звонят с каких-то с банков ну сами понимаете в общем вот такие дела все приятно все хорошо что наконец-то ее открыли но как там дальше будет это неизвестно all-inclusive оставляет желать лучшего то есть там нет того что ты ходишь и сам себе что-то выбираешь все нужно через протянутый вот экран которые там на тянут установлены не очень хорошо но по моему мнению ну народу сейчас вообще на все наплевать нашим нашим россиянам после вот этого вот коллапса очень хочется отдохнуть я и я понимаю и сама этого очень хочу очень хочу я так ждала этого отпуска он должен был начаться у нас уже завтра я бы уже лежал мы бы уже лежал на берегу но вот случилось то что случилось такие дела да еще я вчера я посмотрела ролик марины михина это блогер из петербурга и по у них открылся мой любимый бутик у надо синкуэнта у меня сейчас тоже вот я вот вот такой вот модели уже нет она она уже ну как снята с производства вот эта модель ну по крайней мере я и давно не вижу на сайте вот и я ее как-то вот и не видела даже купила у нас в июне островок джекки ландхайд и там несколько моделей у надо синкуэнта представлены ну там что-то кольца серьги вот ожерелье как их назвать официального представительства у надо синкуэнта у нас нет есть просто они как называются партнеры вот и что хочу сказать по промокоду марины михины марина нижнее подчеркивание 10 сейчас можно получить скидку в 10 процентов заказывает через сайту на дефицинкуэнта официальный сайт что я вчера и сделал слушайте но это вообще классно я вообще опасаюсь покупать через интернет вот не знаю я опасаюсь не люблю я этого я не могу потрогать я не могу пощупать я не могу понюхать и потому я не могу это купить вот что я хочу сказать я заказала 5 изделий 5 но их не оплачиваем оплачиваем по факту то что вам понравится курьером банковской карты там как угодно наличные банковской карты но только после того как вы это все примерите как вы это все потрогаете нравится не нравится и тогда только вы курьера плачет заказала 5 изделий на выбор не знаю что мне подойдет серьги наверно три пара сережек я заказала и кольца до кольца у них размеры значит идут как в одежде м ки л ки и кс л ки вот и нужно все обязательно примерять сережки тоже мне мне длин как сказать тяжелые я не носить не могу потому что у меня сразу начинают болеть уж потеряла вот двое сережек ну как потерял одни то потеряла в точно совсем покажу что у меня осталось так что-то у меня что-то у меня с камеры походу ну ладно сейчас ребята надо же включить так ну вот это колечко я смотрю сейчас на сайте она опять появилась вот это вот вот такое так и а вот эти я уже показывала я их потеряла осталась одна только сережка ну и все не густо не густо ну а от этих у меня осталось но они у меня есть гвоздики только вот заглушку я нигде найти не могу вот казалось бы но я и найти не могу так что у меня еще есть вы знаете я не знаю как хоть почистить бы их так у меня когда был отдел у нас открыт вот у меня еще вот такая вот базовая модель я уже показывала уже не раз на мне вы его видели браслет это вот грубая цепь вот такая когда был открыт у нас вот этот небольшой будет бутик джеки лэндхайд они бесплатно чистили то есть свои изделия они бесплатно можно было почистить сейчас отдел закрыт и где почистить я не знаю я попробовала почистить вот это колечко зубным порошком но она меня немножко как стала такое матовое вот видите такое матовое но сейчас вот когда носишь они не темнеет лишь даже носишь вот не темнеет одно стоит ему полежать вот даже вот у меня вот в таком вот мешочке лежали и затемнело и надо его почистить сейчас порошком я конечно уже чистить не хочу потому что быть как-то потеряется блеск чем почистить кто бы подсказал ну вот да в понедельник в понедельник мне уже будет доставка по померю все примерю что мне понравится я обязательно куплю а если мне ничто не подойдет вот что самое важное если мне не подходит я ни за что не не обязана платить вот это вот мне очень нравится что а то у нас как бывает если не подходит за доставку нужно за примерку все равно нужно заплатить в общем вот так спасибо большое марине михиной за ее вот этот обзор в бутике она до синкуэнте и за промо код большое спасибо так что дню рождения я решила себе сделать подарок ну вернее мне подарили денежку и я вот хочу купить себе ношу сейчас вот эти вот гвоздики я их купила это как они называются хирургической стали этим прокалывают вот тем что прокалывают этими гвоздиками но они мне не идут у меня одно ухо практически периодически воспаляется вот это мне приходится их снимать я не знаю почему почему я их купила потому что вот с этими масками которые вот одеваешь снимаешь одеваешь снимаешь вот 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 так я и потеряла сережки сегодня у нас носится как конь марик мой еще и чихает будь здоров сегодня у нас очень холодно 15 градусов но август обещают быть солнечным так что вот такие новости для кому-то кому-то может интересно марик что случилось слышите как кричит кот у меня но надеюсь что мы улетим все таки все таки отдыхать очень хорошо ну ладно всем спасибо и всем пока до встречи следующем видео